Если хранить деньги дома наличными или на простом рублевом счете, то со временем они обесценятся. Происходит это из-за инфляции, существующей в нашей стране. Если в 2009 году доллар стоил примерно 30 рублей, а евро около 41 рубля, то сейчас эти курсы сильно выросли. Если ваш доход в рублях за эти 10 лет увеличился примерно в два раза, то в долларах он совсем не изменился. Однако купив американскую валюту тогда, можно было получить доход более 100%. Вот почему важно разбираться, когда лучше покупать иностранные деньги. Что надежнее евро или доллар, и какую валюту выгодно покупать именно сейчас. На рынке существует немало и других способов сохранения и приумножения своих сбережений. Вклады облигаций и акции валюты. Все они различаются разной степенью надежности и доходности. Подробнее читайте в полном обзоре.